Давайте поговорим немного про коронавирус и карантин. Мы сейчас снова наблюдаем, по крайней мере, по тем цифрам, которые нам дают, довольно большой рост заболеваемости. И вот сегодня уже было обращение Собянина к людям старше 65, чтобы они никуда особо не ходили. Вы опасаетесь второй волны и вот такого полного закрытия города? Во-первых, это было предсказуемо. Об этом многие говорили. Во-вторых, судя по тому, как наши граждане отдыхали на побережьях Крыма и Кавказа, я немножко видел, наплевав на все меры под осторожностью, было понятно, с чем они оттуда вернутся. Я не вирусолог. Я не готов какие-то давать рецепты. Из всех теорий, мне кажется, достаточно убедительно та, которая говорит, что чем больше людей переболеют ковидом в легкой форме и получат какие-никакие антитела, тем быстрее мы с этой штукой справимся. Коллективный иммунитет. Да, к сожалению, конечно, не все его приносят легко. Вот я его перенес, я вообще ничего не почувствую. А вы переболели коронавирусом? Да. И если бы я не сдал тест, а вот в этом состоянии я спокойно мог его не сдавать, у меня не было ни температуры, ни кашля, а боняние пропало. Вот это меня насторожило. И вы сдали тест, и у вас антитела, да? Да. Ну, я не измерял их количество, но то, что они есть, они должны быть, я надеюсь. Про коронавирус еще все время всплывает история с врачами. Вот нам всем говорили несколько месяцев о том, что врачи герои, и никто с этим не спорит. Но, тем не менее, когда все пошло на спад, стало выясняться, что часть медиков не получили выплаты. Часть медиков, погибших из-за коронавируса, их там не признали, что они погибли из-за коронавируса. Ну, казалось бы, мы же здесь вот были солидарны, а вот раз, и все-таки не со всеми. Нет, вы вот все хотите, вы идеалист. Я – да. Хотите, да, что вот в общем система работает так. А почему-то вот в этом секторе все должно быть идеально. Да с чего? С какого перепугу, как Медведев говорит? Почему? Здесь точно так же, как во всех остальных областях у нас. Такой же бардак, такое же вранье. Я так хочу, потому что нам же вот все же говорили, это война, мы все на войне, мы все воюем, вот, да, мы все вместе. Солидарность. Нет? Никакой солидарности никогда? Солидарность должна быть сейчас в том, чтобы разумно себя вести, пока эта пандемия не утихнет. Вот эта бравада, я понимаю, что маска, она очень ненамного увеличивает наши шансы. Перчатки вообще, по-моему, здесь ни при чем. Но все-таки маска увеличивает наши шансы никого не заразить и не заболеть. Ну, делки-палки, это же не пуд кирпичей на себя тащить, ну, надень ты ее. Но почему вот эта такая, да ладно, вот поза такая? Одевайте, ребят, одевайте. Чем нас будет больше, тем быстрее закончится. Маски – это важно. Присоединяюсь к словам Андрея Макаревича. Не забывайте их и не забывайте, что маски защищают не только вас, но и людей, которые вокруг вас, в первую очередь, вообще-то от вас. Присоединяюсь к словам.